всем привет с вами дмитрий урсул и в этом видео хотел бы вам рассказать о трех способах как выйти из такой ситуации что у вас не открывается проект что-то случилось выдает ошибку вообще просто не запускается или открывается и тут же logic вылетает такое бывает связано с какими-то может битыми плагинами или с неудачным сохранением такой тоже к сожалению бывает по разным причинам там жесткий диск заглючил или logic заглючил момент сохранения и закрылся и вы пытаетесь открыть сессию ваш просто проект не открывается не загружается то есть либо какая-то ошибка либо просто logic сам по себе выключается в общем как решить вот вам нужно открыть срочный проект оттуда хотя бы спасти достать дорожки вот три способа значит первый способ самый простой это вы наверняка знаете что logic всегда делает авто сейвы как правило в такие он их делает в такие моменты когда вы что-то меняете кардинально представьте новый плагин на дорожку или где-то что-то сдвинули в проекте то есть он logic делает авто сейв это примерно происходит там раз в 30 секунд может раз в минуту в настройках вы можете задать какое количество этих авто сейвов ему делать то есть можно вот во первых авто backup сделать от меня стоит last 10 alternative versions можно поставить принципе 50 вот файл проекта будет весить чуть больше то есть это будет записываться и сохраняться файл проекта но это не такие большие прям уж данные чтобы экономить место в принципе это важнее конечно то есть вот этот некий запас то есть вас 50 последних авто сейвов будет всегда сохранено и после этого соответственно вы что можете делать у вас есть ваш проект который сохранился при открытии вы можете зажать option на клавиатуре открываете проект и у вас открывается вот такое окно в котором вы можете выбрать select alternative или backup то есть если у вас есть альтернатива в миксе вот у меня здесь альтернатив нет но бывает такое что мы используем трек альтернативы то есть мы можем вот здесь новую альтернативу создать канал из проекта открыт ну например у кто-то делает альтернатива между переходом из аранжировки в сведение сведения в мастерингу все делается в рамках одного проекта но сами сессии разные вот то есть вот можно если вы сделали какие-то альтернативы можно восстановиться из альтернативы либо вот дальше идут как раз таки бэкапы вот видите у меня 10 последних бэкапов которые у меня были ну я сейчас поставил настройка 50 у меня соответственно следующий раз будет уже 50 списке и вы можете по времени там понять что вот вы допустим сохранили там в три часа дня до во что-то пошло не так ну вот есть бэкап от 1449 0 даже на им скорее в 1450 вы закрыли проект что-то пошло не так не открывается и вот предыдущий сейф был вот в это время вот ну до этого был в 1414 то есть вот там с выговорю с определенными разбросами зависимости от ваших действий то есть лоджик не то что каждую прям минуту сохраняет стабильно автосейв он это делает только вот как после того как вы сделали какое-то вот важное критическое действие я например мог держать сессию открытым полчаса в этот момент там на что-то отлечься естественно все эти полчаса вот мы видим между 1414 и 1449 но никаких автосейвов не было просто потому что я в проекте ничего не делал то есть у меня был просто открыт я может быть его просто слушал я может быть там отошел куда-то от компьютера то есть естественно лоджик просто так ваше место не забивает и ваши автосейвы список их просто так не забивает пустышками то есть ну просто это тоже много многие спрашивали как это работает то есть он лоджик сохраняет только когда вы что-то делать какие-то ключевые действия внутри лоджика и вот у меня был последний авто бэкап вот в это время я могу любой из них открыть и понять то же самое кстати касается если вы вдруг случайно что-то удалили то есть вы удалили сохранили а потом вспомнили что черт я удалила как же так эти открываю проект он меня открывается уже с удаленным каким-то дорожкой да и и искать там в аудио файлах и и там восстанавливать находить место где она должна стоять это неудобно вот вы может таким образом просто найти какую-то более раннюю версию из нее загрузиться оттуда не знаю вывести или экспортировать дорожку и уже открытие потом финальную версию то есть ту которая была самая вот последняя да и в нее вставить и дорожку то есть у даже есть такие методы то есть вот этот первый метод доступ ко всем курсам школы logic pro help всего за 990 рублей в месяц да это реально на нашем бусте вы можете выбрать интересующий вас тариф и смотреть огромнейшее количество курсов по лоджик про и о работе со звуком самое главное получать эксклюзивные новинки и уникальные видеоматериалы раньше остальных для тех кто не знает пусть и это сервис ежемесячной подписки благодаря которому вы можете получить доступ ко всем нашим курсам зависимости от выбранного пакета просто выберите интересующую вас тему и получите доступ ко всем курсам этой категории всего за 990 рублей в месяц сейчас я покажу как оформить подписку выбираем интересующий нас пакет нажимаем кнопку купить попадаем на нашу страницу бусти и там нажимаем подписаться далее проходим регистрацию по номеру телефона или через любую социальную сеть после чего выбираем количество месяцев для подписки и нажимаем купить после этого вводим данные карты и готова можно переходить к обучению в ту же минуту и помните что в каждом пакете количество курсов будет регулярно пополняться получи все необходимые знания для создания качественной музыки прямо сегодня по самой выгодной цене второй метод если например у вас нету каких-то автосейлов или они есть но вы хотите вот прямо финал вам нужно открыть их хотя бы просто получить доступ к дорожкам то есть вы знаете что у вас при происходит какая-то проблема из-за плагина вы можете конечно плагины отключить то есть это можно зайти в плагин менеджер то есть можно зайти в settings plugin-менеджер и в плагин менеджеры просто отключить там всесторонние плагины да то есть ну или плагины которые вас вызывают подозрение вы знаете что есть вас парочку нестабильных плагинов из-за которых вас постоянно что-то вылетает вот вы можете здесь отключить нажать дан у вас сохранится и потом открыть сессию и у вас как бы эти плагины не откроются потому что они как бы невидимы лоджики вас просто выглядит сообщение что ну лоджик эти плагины не нашел бывает еще более сложные случаи что ну просто вот реально вообще почему-то каким-то причинам не открывается сессия и соответственно можно тогда по-другому это сделать то есть можно отключить core аудио мы открываем settings audio и просто отключаем кораудио то есть делаем убираем и не был принимаем и проект у вас просто не откроется то есть точнее проект откроется плагины не откроет они даже не будут загружаться у вас все плагины будут с восклицательными знаками загружаться то есть это тоже такая такой метод обхода загрузки плагина то есть вы ключ вы выключаете core аудио открываете сессию и у вас она просто загружается как вот сессия там не будут работать не синтезаторы не будут работать не плагина обработки просто будет скажем так проект и в нем дорожки вы можете всегда дорожки какие-то засолировать вывести экспортировать сохранить потом соответственно когда вы все это сделали можете включить и опять enable ты у вас будет опять все загружаться как как и положено соответственно то есть вот тоже такой метод ну и последний третий метод я о нем уже рассказывал более подробно на канале я ссылку на это видео оставлю в описании это импорт дорожек из другого проекта то есть вы создаете новый проект в нем создаете ну просто любой аудио трек и находите через браузер ваш проект на жестком диске ну любой например сейчас меня вот этот проект допустим из этого и нажимаете просто импорт из него вы можете достать тут будет список дорожек вы можете достать любые дорожки причем импортировать без плагинов то есть вот плагины галочку можете не ставить то что и как раз из-за плагинов у вас все это и не работает допустим и вы просто можете оттуда перенести чисто контент то есть выбираете дорожку ставить контент и нажимаете импорт или это вот здесь и у вас все просто сюда добавится то есть опять же более подробно как это работает я показывал отдельное видео здесь повторяться не буду посмотреть если этого не видели вот в общем три способа как решить проблему что у вас не открывается проект но нужно срочно к нему восстановить доступ что-то оттуда хотя бы спасти сохранить как-то достать и использовать потом в дальнейшем так что берите на вооружение напишите в комментариях сталкивались ли вы с такой проблемой и как ее решали если не знали как решить пользуйтесь вот этими методами ну и оставайтесь на связи всем желаю хороших проектов чтобы ничего не глючила все работало с вами был дмитрий урсул подписывайтесь на канал logic pro help следите за новостями и увидимся с вами в следующих видео всем пока